У нас в семье 10 педагогов, которые 320 лет работали в школах и вузах. Я в 17 лет пошел учителем сельской школы. И почти 350 лет вся семья водит пчел. Водили деды и прадеды, все братья отца. Отец водил и даже переехал в Москву. Мы сохранили пасеку. У нас сегодня пасека 30 семей, но стоит на Орловщине, потому что там лучшие медоносы. Если вы откроете, вот сейчас будет эту мою работу, она посвящена всей нашей семье пчеловодов, я хочу зачитать мой главный девиз, который руководствовался в этой жизни. И считаю, что самое гениальное творение Всевышнего – это женщина, цветы и пчела. Женщина подарила жизнь человечеству в этом мире. Цветы дают семена, которые проставят новые плоды растения. Великий эколог пчела сохраняет баланс сил в природе и кормит всю планету. Это не преувеличение, потому что, если посмотрите исследования крупнейших ученых-специалистов, самая большая тревога у человеческих сейчас. В Южном полушарии исчезла почти половина пчел. Если убрать пчелу, у вас со стола исчезнет моментально почти 80% продовольствия. Поэтому пчела не просто эколог, это самое уникальное создание. Это единственная в мире козявка, в которой монтировали 6 фабрик. Даже трудно себе представить, насколько это было сложно и возможно. Там фабрика по производству меда самого уникального в мире продукта, где есть полный баланс всех микроэлементов, витамин, в таком идеальном сочетании. Чтобы собрать баночку меда в полкилограмма, надо облететь 5 миллионов цветов. Можете представить, какой энергетический запас. Все попытки синтезировать мед не удались ни в одной стране. Наша страна была главным производителем. У нас было более 10 миллионов пчел. Сейчас осталось 3 миллиона примерно 400 пчел и семей. Этот продукт по-прежнему является самым уникальным. Великолепный продукт – пчелиный яд. Пчела сама кусает, погибает, защищая себя и свою семью. Но от яда ее, в принципе, никто толк не умирает. А яд является одним из лучших лекарственных средств, умонтирован в многие лекарства, которые лечат ревматизм, суставы и все остальное. Фабрика по производству воска. Ни одна парфюмерная фабрика не работает без воска. Это уникальный продукт, который требует блестящей переработки. Ну и последнее. Пчелы являются лучшими строителями и конструкторами. Из 1,3 грамма воска могут слепить 100 ячеек. Когда мы изготавливали торпеды большой мощности и скорости, то у нас не удавалось конструкции, которая бы выдерживала повышенную скорость. Инженеры долго соображали, но пока они не содрали у пчел тот шестиугольник с точностью до секунды градуса, у них не получалось. Оказалось, самая надежная конструкция, давно изобретена пчелами и блестяще реализует. В Древнем Риме, когда хотели вам пожелать здоровья, говорили, да укусит вас пчелам. Когда великие боксеры заявляли о своем искусстве, они говорили, я жалью как пчелам. Когда человек собирался кому-то сделать большое доброе дело, то он дарил сотую рамку, потому что в ней есть все на свете. И прежде всего, эти ячейки запечатаны прополисом. Прополис является лучший антибиотик, если кто умеет настаивать, никакая мазь с ним не сравнится. Поэтому вот в этой работе, которой я посвятил исследованию за многие годы, вы увидите всю историю, она написана хорошим языком, вы увидите тот опыт уникальный, меда примерно 56 сортов, вы увидите тот порядок организации, который был выстроен у нас в стране. Меня, например, потряс документ, подписанный Лениным в 19-м году в разгар гражданской войны. Он писал декрет о сохранении и поддержке пчеловодов. Он прекрасно понимал, войну можно выиграть, а кормить придется без пчеловодца не справиться с этой задачей. Это казалось и великой советской эпохи. Сегодня многие страны, Германия, например, у нее почва пропитана химикалиями на целый мед, продают свой мед, кому зря или кому считают, а у нас закупают. У нас по-прежнему лучшие плантации, лучшие меды – это майский мед, июньский с первых цветов, мед с горячихи – это блестящий продукт, и мед с липовых лесов. У нас самая крупная в мире плантация сплошных лесов в Башкирии, которые занимают сотни, а иногда тысячи гектаров. Так что у нас с вами хорошая перспектива.